О том, что незаконные торговые объекты и кафе будут демонтировать, владельцы мест общепита знали. Всем собственникам заранее выдали предписания. Некоторые получили их еще в 2018 году. На прошлой неделе заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов уже посещал пляж Учкуевка и напомнил предпринимателям о предстоящем демонтаже. И вот сегодня процесс начался. До конца этой недели демонтируют 20 незаконных торговых объектов и кафе. В постановлении произвести демонтаж и освободить земельный участок. Вот этого ЛРК демонтаж. Некоторые собственники убирают незаконные строения сами. А с теми, кто так и не начал снос добровольно, другая история. Их НТО демонтируют за счет городского бюджета, а потом выставят счет. Есть на территории пляжа Учкуевка и предприниматели, которые ведут свою деятельность законно. Таких мест общепита 10. С ними город продолжит сотрудничество. У вас документы правоостановленные счет? Вы будете приводиться в соответствие? Обязательно. Обязательно. Самое главное, чтобы те объекты, которые сегодня имеют в правовом поле уже основание, должны привестись. Обеспечение доступности и сам архетип. Все, как скажете, так будем делать. С предпринимателями будут обсуждать концепцию благоустройства. Главная задача правительства Севастополя – привести все объекты на набережной пляжа Учкуевка к единому архитектурному стилю. Мы будем работать уже именно с собственниками, в частности того, чтобы мы будем приглашать управление, департамент архитектуры. Будем работать совместно с проектантами, которые будут развивать здесь эту структуру. Будем общую концепцию городскую, то есть она на сегодняшний момент утверждена. Мы будем в рамках этого уже с гражданами работать с собственниками этих объектов, чтобы у нас этот пляж был представительский и показывал город. Благоустройство пляжа Учкуевка с нетерпением ждут жители северной стороны. Отмечают, нагромождение на набережной портит общий облик. Севастопольцы хотят больше места для прогулок и чтобы эта территория стала чистой и аккуратной. Хотелось бы, чтобы торговые места были, наверное, более не прямо на проходной части, но чтобы зона отделялась именно торговая, именно там, где развлекательно и там, где люди могли бы отдыхать, сидеть, кушать. То есть, ну, чтобы это все разделялось, а не все до кучи. Если облагородят, это, конечно, плюс. Чтоб чисто было, чтоб не было вот этих шалманов. Здесь хорошее море, песочек, для детей это что надо, вот, а как-то инфраструктура, ну, не продумана, что ли, не знаю. Сейчас Департамент архитектуры и градостроительства проводит конкурс на лучшую концепцию развития этой территории. Предложения принимают до 29 апреля. А с 30 апреля по 4 мая конкурсные проекты разместят в холе здания по адресу Ливаневского, 24, для общественного голосования. Оксана Колесникова, Елена Карнаухова, Андрей Вовк, ИКС-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok